На них лают со всех сторон. Следующий сюжет мы решили посвятить тем, кто занимается отловом собак в Новом Уренгое. Отловщиков в городе всего два. И они-то и рассказали нашей съемочной группе, что чаще им приходится защищаться не от собак, а от людей. Подробности в нашем сюжете. Вот пластмассовые штуки, вот она вот прокусила насквозь, и получилось, что вот так вот такая дырочка. Это вот буквально позавчера мы вылавливали, и она укусила меня сквозная. Руслан Сикалиев вместе с братом отловом собак занимается уже больше полугода. Несмотря на многочисленные укусы и ушибы, мужчина признается, работой своей он доволен. Больше всего нравится то, что он помогает животным. В этом доме непосредственно забежала собака, так как вокруг нее тоже были открытые места, что собака туда заходила, и там родила щенят целых 12 штук. И нам вместе с жителем города Новый Уренгое, там, наверное, лет 13-14 мальчик был, который услышал это все. И он вместе с нами защищал их, доставал этих собак, мы их везли в Ласку, в приют, показывали все щенят. Ну, на данный момент эти щенята уже давно подросли, и забрали их на передержке, и нашли свои дома уже. Однако действительно настораживает отношение к отловщикам в городе. Некоторые новорингойцы уверены, что бродячих собак увезут отстреливать, набрасываются нецензурной бранью на мужчин с клетками. Очень много критики со стороны граждан поступает. Это было, конечно, неоднократно, периодически и соконы свистывают, и, бывает, подходят граждане. Очень ненормативной лексикой отзываются на ребят, которые этим занимаются. Животные по новым требованиям отлавливаются живыми. Максимум, что допускается, это введение препарата по эффекту как наркоз, чтобы животное можно было обездвижить, то бишь, чтобы его можно было взять в руки, поместить в клетку, в машину и транспортировать до приюта. Охотой на ведьм это назвать сложно. Некоторые люди, хоть и против дворняжек в своем дворе, но смириться с мыслью, что животным могут причинить вред, не могут. Мы против. Мы против. Почему? Это все-таки животные, они пустят животные на улице. Несмотря на законы в стране о гуманном отлове и отношении к животным, к сожалению, иногда в новости просачиваются вопиющие заголовки с участием животных и людей. Вред четвероногим приносят больше люди, с которыми они сталкиваются на улицах. В Новом Уренгое отловом и содержанием собак занимается Центр «Подари мне жизнь». Раньше эту работу выполняло уренгойское городское хозяйство. Волонтеры после отлова помещают животных на карантин на 10 дней. После собак чипируют, вакцинируют, стерилизуют. Некоторых потом выпускают в среду обитания, где они были ранее отловлены, а некоторые животные, которые представляют угрозу, остаются жить в центре. На сегодня в «Подари мне жизнь» уже более 130 собак, в их числе и те, которые пострадали после ДТП. Естественно, гражданам даже тот путь решения, что просто беркованная, стерилизованная собака возвращается в среду обитания, гражданам все равно это не нравится. Как говорят, они зубы-то вы им не удалили. Всего с начала года в городе отловили уже более 600 собак. У отловщиков день по 4 вызова. Животных чаще всего приходится ловить в подвалах домов. Бывает такое, что собаки нападают, защищаются. Ну, они как бы тоже, у них страх свой. И они как бы на своей территории. Элементарно вот даже подвал, спуститься туда, там сейчас вот сидят две собаки, их придется нам оттуда доставать. Им будет страшно, естественно, они будут как-то агрессировать и кусаться. Преподноси сюда клетку. Ближе. Один такой выезд может занять до полутора часов. С собой у отловщиков помимо клеток есть и другие необходимые инструменты – удавка и транквилизатор. Но ими они стараются не пользоваться, а за этот год смогли вспомнить единичный случай, когда в этом была необходимость. Бывает собаки напугаются, видите, напугалась собака, она опасность чувствует. Из-за этого не хочет нам попадаться. Скулит прям, как будто… И она так скулит, знаешь, жалко, как будто мы ее обижаем. А уже потом, когда привезешь, они все по-другому себя ведут. В этот раз собак поймать не удалось, но коммунальщиков предупредили о том, чтобы входы в подвалы были закрыты. Бродячих собак продолжают отлавливать и давать им приют в центре, где уже обитают другие животные.